Были мы как-то раз моим знакомым товарищем с проверкой на одном строго засекреченном военном аэродроме под Смоленском, а заводом, который в частности занимался изготовлением плунжерных насосов для балансировки топлива в самолётах. Не суть. Но по окончанию проверки все же. И вышли покурить в взлётной полосе. Стоим, курим дружной толпой, наблюдаем за взлётом огромного стратегического бомбардировщика тактической авиационной группы. И тут, во время отрыва этого самого лебедя от полосы, от него отваливается что-то подозрительно напоминающее авиационную бомбу весьма внушительных размеров, которая так шустренько-шустренько начинает почему-то катиться в нашу сторону. Но секунда, и вся вот эта толпа принимает положение лёжа в близлежащих канавах, судорожно начинает взрываться в землю. Лишь один старый, такой седой, каковый, прожжённый полкан, выгнанный в своё время за пенку с морфлота, стоял неподвижно, куря свою трубку с гордо выпрямленной спиной. И только минут через пять, когда эта бомба, а это была действительно она, подкатилась и остановилась в нескольких сантиметрах от полковника, все начали потихонечку так выползать из своих укрытий. И один молоденький, бледный от страха лейтенантик спросил, товарищ полковник, а почему вы не прятались? Старый полковник поставил неторопливо ногу на лежащую перед нему лицомную бомбу, выбил об неё свою старую трубку и, поправив сбитую ветром фуражку, сказал, «Сынок, а нахуя? Она же атомная!»